всем привет ну в общем нет особо много времени для ведения полноценного youtube канала сейчас много разных задач о которых я еще буду рассказывать позже ближе к концу месяца или в сентябре сейчас для того чтобы совсем тут духа не было и как-то немножко оживить канал я решил запустить ряд рецензий на книги обзоров на книги которые я читал последнее время накопилось многое наконец добрался для них чтобы с вами поделиться и будет вот теперь серия роликов о каждой книге я расскажу свое мнение и я бы хотел начать этот первый ролик с книги который прочитал принципе уже давно достаточно она вышла в 2018 году но она касается непосредственно тематики канала я думаю будет многим из вас интересно кто-то наверное уже читал ее книга амирана урушадзе кавказская война семь историй амиран урушадзе это доцент кафедры истории отечественной истории южного федерального университета в ростове на дону и он там преподает он периодически проводит различные рода исследования научные конференции вот вот это была первая его книга которая вышла два года назад значит за это время амиран тарелыч успел выпустить еще одну книгу она сейчас в электронном виде вышла касается уже истории донского региона донского казачества отчасти и в печатном виде она выйдет в сентябре примерно тоже очень интересная книга хочу ее приобрести но кавказская война собственно о чем эта книга дело то что мы понимаем что кавказская война сегодня в россии тема актуальная как кто не говорил но табуированная очень да то есть кто-то стесняется кто-то намеренно не говорит они ее стараются избегать всячески и какой-то такой существует паспудный страх что ли дискуссии на тему кавказской войны сегодня она ведь идет это обсуждение кавказской войны идет среди простых людей где-то больше где-то меньше но среди знакомых с кавказом идет на кавказе везде нам просто актуальная тема у каждого кавказца собственно говоря в разговоре она рано или поздно всплывет в любом из разговоров с другой стороны в там глубинкой россии до столицы и часто эту тему неправильно понимает искаженно как-то из каких-то обрывочных сведений оборванных из учебников воспринимая часто кавказскую войну просто как противостояние имама шевеля в чечне и дагестане а как бы не понимая что это комплексное явление которое касается вообще всего кавказа не только чечни пакистана часто вообще какие-то совершенно дикие искажения на кишиннистические выводы какие-то делаются ну то есть очень много вокруг конечно такой извращение мифологии и преодолеть это сложно потому что опять же это табу которая старается как можно меньше говорить о кавказской войне и преодолевать это надо надо тренд ломать надо говорить об этом об этом явлении в этой эпохе потому что она актуальна для нас и если не говорить о ней она и поздно вылезет всем боком ну и собственно говоря о чем книга кавказская война семь историй дело в том что не очень-то классическая книга обычно в последнее время о кавказе выходит либо какой-то сборник статей научных да то есть ничего от автора просто собрав кучку и чего там с девятнадцатого века и выпустил либо это какие-то сухие выдержки из монографии то есть человек защитился там докторскую диссертацию кандидатскую взял просто ее распечатал да то есть она полна каких-то сухих научных фактов она написана совершенно не для обывателя не для простого человека то есть научными терминами естественно читабельно с точки зрения массового читателя эта книга мира нарушат за она отличается она немножко в художественном стиле сделан даже немножко относительно художественная книга и здесь собраны семь историй реальных всем историй которые вот из разных источников собраны значит история казака история настоящего кавказца в кавычках но это так называемый солдат опытный кавказский солдат который на кавказе много воевал на который хорошо знает кавказ это горец кавказец который борется с российской империи на той стороне это горец который наоборот на российскую службу ушел и это наместник россии на кавказе михаил воронцов и это а император николай первый и имам шамиль и в общем все вот эти их истории они собраны как бы так сказать определенные кусочки их видения здесь отражены того как как они понимали эту войну то есть мы видим картину мира картину этой войны глазами семи разных совершенно людей находящихся на разных сторонах на разных социальных уровнях и каждый из них через каждую историю мы понимаем как он понимал эту войну как он ее видел это такое получается пазл найдет как был вот такие мозаички из которых составляется реальная образ кавказской войны то есть он очень разный у всех и каждый по-разному понимал тогда и сейчас как и сейчас да и мы как бы взглянув со всех сторон объективно пытаемся понять что же это такое было заявление что это за эпоха как и чувствовали современники вот я считаю что у мирана рушадзе получилось это сделать отразить вот этот образ войны там нет книги его какого-то мнения он них не выдает знаете как бы вот я считаю вот так а все остальное неправильно не там вообще мнения нет авторского такого да автор просто объективно дал нам картинку а уже свои выводы нам делать самим да он как бы не поставляет в рот не кладет до вывод свой думаете вот так то есть каждый из нас волен сам принять понять эти истории по-своему каждый как-то обдумать их по-своему решить но в этом и по огромный плюс в книге что вообще же амириан тарьелович был стал первым скажем так с книгой кавказская война кто начал тему обсуждения вот эти вот войны мало через историю малого человека через частные вот эти истории принципе за ним пойдут другие да и уже пошли другие я еще буду говорить о книге тима тахнаева и по хаджи мурата я ищу просто жду когда я получу что прочитать но скажем так первый флаг поставлен дальше будет интересно собственно вот книга в начале показать значит вышла на в издательстве нло это новое литературное обозрение замечательная издательство в котором выходят очень хорошие книги но очень авторитетное среди ученых среди популяризаторов потому что там абы что не выходит там действительно очень такие классные хорошо написанные серьезные научные книги что популярные книги которых как бы их отбирают специально то есть там фильтр такой серьезный у них их эти книги пишут только специалисты своего дела и в общем-то издательство ну достаточно уважаемая и абы кто там не печатается поэтому это своего рода знак качества автора что он там именно печатается и поэтому я рекомендую обращать внимание на это издательство ну собственно эту книгу она не очень дорогая и можно заказать в издательстве новое литературное обозрение на сайте прям с доставкой почты или другого другой службы доставки очень рекомендую вам ознакомиться с этой книги для того чтобы как бы сформировать какое такое мнение как бы основана на истории не общей как у нас привыкли а на истории маленького человека простого из жизни которая дает просто обычный жизненный взгляд на вещи происходившие девятнадцатом веке всем пока